Федерация танцевального спорта Одинцовского района при поддержке руководителя муниципалитета проводит международные соревнования «Серебряный олень». Турнир в городе проходит в третий раз. География чемпионата расширилась. Спортсмены приехали даже с Камчатки. Мы даем массу возможностей спортсменам участвовать. Мы проводим соревнования во многих номинациях, не ограничиваем возможности выбора. У нас очень представительная судейская коллегия, а спортсмены, безусловно, их интересует результат и качественная оценка их кропотливого ежедневного труда. Полторы тысячи пар – это абсолютный рекорд. Принять участие в престижном чемпионате мечтают многие спортсмены. Но в финал проходят только лучшие. Думаем, что делать вообще дальше. Стоит ли развивать определенную какую-то группу, то есть латино или стандарт, либо десятка выступает. Ну, как по мне, десятка мы потянем, я думаю. Плюс у меня экзамены в этом году, поэтому совмещать сложно пока. Чемпионат проходил в два дня. После отборочных туров спортсмены устроили для жителей, гостей города двухчасовое шоу. Масса интересных дуэтов. Очень приятно, что к нам впервые приехали, кстати, при поддержке Министерства спорта, ребята из Камчатской области, из Петропавловск-Камчатский. Для меня они были тоже открытием. Это так далеко от Одинцова, но при этом ребята тоже очень классно танцуют. Одинцовские спортсмены – явные фавориты турнира. Школа спортивных танцев в нашем районе – одна из сильнейших в регионе. Антон и Лиза считают своим главным преимуществом перед другими парами – легкость и филигранную точность исполнения всех элементов. Вот у нас такой больше романтический образ, нежели таких спортсменов-трудяк. Мне кажется, что мы по сравнению с другими парами выглядим более энергично. Чтобы добиться изящества и грациозности, спортсменам приходится много работать. На паркете, как на ладони, видны все шероховатости и неточности. От внимательного взгляда судей не ускользает ни одна деталь. Все танцоры со своей задачей справились. Мария Шматкова, Денис Карламов, телекомпания «Одинцова».